С Еленой Прониной мы договорились встретиться на улице Северо-Восточная магистраль, той, что ведет к Софийскому собору. Широкий тротуар, шикарный вид на набережную и Волгу. Есть одно но, говорит наша собеседница. По пути негде остановиться, отдохнуть. Елена, как председатель совета ТОС, решила ситуацию исправлять. С командой разработала проект по установке лавочек. Теперь надеется получить на него грант президента России. Мне на это, может быть, сподвигла даже моя мама, которая сказала, вот они пошли на Софийскую набережную, вот Лена, говорит, я больше туда не пойду. Я говорю, почему? А вот я обратно еле дошла. Лена говорит, ну куда годится, ни одной лавочки нет. К нам обращаются жители и просят нас установить скамейки. Сначала началось все с того, что они просят установить скамейки вдоль Лунового Садова, где очень много продовольственных магазинов. И когда они ходят в магазины за продуктами, им с сумками тяжело добраться обратно. Надо присесть, надо отдохнуть, надо поставить сумку. Для жителей Рубежного ближе экологическая тема, говорит председатель совета местного ТОС Елена Величко. На территории и набережной реки Самары и озера, где горожане отдыхают летом. Поэтому активисты хотят развивать экотуризм. Грант им нужен, чтобы сделать хорошие дороги к водоемам, обустроить зоны отдыха, а еще заняться просвещением. У нас нет экологической культуры поведения граждан. Именно экологической. Почему? Потому что приезжая на территорию, на озера, мы всегда видим кучу мусора. Это большая беда. И поэтому нам необходимо объяснить людям, что мы должны сохранить то, что имеем. Фонд президентских грантов тщательно подходит к тому, какому проекту оказать поддержку. Здесь важно все. От изложения идей до заполнения заявки. Именно поэтому новичкам, горящим своей инициативой, помогают эксперты на специальных семинарах. Эти люди уже не раз получали финансирование. Я тоже с этого начинал. Я победитель очень многих различных грантов, не только президентских. Я тоже сначала сам писал гранты, делал много ошибок. Когда встретился со специалистами, мне научили, подсказали. Я научился. А теперь я сам, как тренер, провожу вот такие социально ориентированные мероприятия. Эксперты дают обратную связь, которая поможет увеличить шансы на победу. Такие семинары проходят по инициативе губернатора Дмитрия Азарова. И обучение уже дало результаты. В первом конкурсе фонда в 2020 году выросло количество поданных и выигранных заявок от региона. А сумма полученных грантов увеличилась вдвое. Анна Ивахина, Владимир Терентьев, Алексей Вельмискин. Новости губернии. Субтитры создавал DimaTorzok